День в день. Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Учёные бьют тревогу. Неизвестно, как дело повернётся. Может ледниковый период начаться. Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждёт климатическая катастрофа. Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку. Как её избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты. От этого воздух чище станет. Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн углекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль. Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры. Ну, а мы открываем первую в этом году программу Климат-контроль. С нами на прямой связи учёный, журналист, пишущий о науке. Морской геолог Константин Рангс. Доброе утро, Константин. Здравствуйте. Доброе утро всем. Поздравляем мы с православным Рождеством, с прошедшим Новым Годом. И, наверное, можно уже подводить итоги года ушедшего, 2021-го. Наверняка уже какие-то подведены статистические данные. Ну, полные данные-то будут, в принципе, доступны только где-то в феврале-начале марта. Потому что, ну, требуется время, чтобы обработать данные, например, по 31 декабря. Но, в принципе, в общих чертах уже говорят о том, что прошедший год был одним из самых тёплых. Не самым тёплым. Самым тёплым в истории был июль прошлого года во всемирном масштабе. Вот такого тёплого июля не было, что называется, нигде. И, ну, пока мы, как бы, замеряем. Причём это не относится только к температурным лабораторным методам. Ну, например, такие вещи есть, как на вершине купола Гренландии. А купол Гренландии – это несколько тысяч метров над уровнем моря, вот этот ледовый купол. Там в этим летом пошёл дождь. Вот сколько было наблюдений, уже вековые практически, но не было там даже летом, но вот там наверху, по сути дела, это в горах. Вот, в горах Гренландии, далеко за полярным кругом прошёл дождь. Это вообще шок. Потому что, раз он там прошёл, это означает, что теперь скорость таяния там может увеличиться кратно совершенно. Но мы сами знаем при своём, так скажем, личном опыте. Если дождь пошёл, снег исчезает на глазах. Кроме этого, посмотрите, вот, например, в декабре месяце, когда у нас было холодно, и мы тут об этом говорили, ведь в западной части Гренландии температура, трудно поверить, поднялась выше 10 градусов тепла. Где Гренландия, где мы? И, тем не менее, там было гораздо теплее, чем у нас. На Аляске, буквально перед Новым годом, в южной части Аляски, на некоторых местах температура воздуха прогрелась выше 15 градусов тепла. То есть, тоже это шок такой. Ну и надо отметить, что и в тех местах, где летом вообще тепло, например, Долина Смерти, в этом году тоже были температурные рекорды, хорошо так, за 50 градусов, по-моему, 54 с копейками. То есть, собственно говоря, по всей планете лето было в Северном полушарии абсолютно однозначно жаркое, а год входит в пятерку самых жарких по имеющейся базе наблюдений. Ну и, конечно же, что немаловажно, продолжает расти, стабильно растет содержание углекислого газа в атмосфере и содержание метана. Вот это все идет как бы по нарастающей, причем специалисты же находятся в состоянии такого, знаете, легкого ошарашивания, что ли, да? Потому что тут получается ведь такая вещь. При потеплении начинает выделяться из болот, из почв, больше, из океана, опять же, больше того самого метана, который, опять же, вызывает это самое потепление. Тут, правда, дело другого рода. Что если углекислый газ сохраняется в атмосфере очень долго, ну, по человеческим меркам, то метан, он достаточно быстро распадается в верхних слоях атмосферы, опять-таки, с появлением того же самого углекислого газа. Так что тут все не совсем понятно, насколько быстро какой газ может оказывать влияние. Все очень боятся, что скорость выделения метана будет увеличиваться. А это, кстати, сразу может означать, что нам придется быстренько менять свои взгляды на жизнь. Ну, например, смотрите, какая вещь. Вот, например, в 2009 году европейская комиссия родила такую регулу о том, что торф, который добывали в Северной Европе, в Латвии, в Финляндии, в Эстонии, да господи, где угодно, в той же России, в Канаде, опять же, этот торф, оказывается, нужно теперь считать не как возобновляемый ресурс, а как ископаемое топливо. То есть торф, он близок не к лесу или древесине, а ближе, значит, к углю и к нефти. Ну, причина проста. Растет медленно, 2 миллиметра в год. Слишком медленно растет и все такое. То есть, с одной стороны, возобновляемое, но не такими скоростями. Да, так сказать. Поэтому, как бы, для безопасности окружающей среды давайте его запишем, ну, то, что это грохнуло целое направление промышленности. Вот, я общался, мне повезло пообщаться со специалистами нашей латвийской торфодобывающей промышленности. Вы простите, со времен мушкетеров и гвардейцев кардинала Ришелье у нас в Латвии добывают торф, в том числе до отоплета, да? Ну, ладно, нельзя его сжигать. В принципе, сейчас Латвия поставляет примерно в 100 стран мира наш торф, переделанный, ну, как средство для улучшения качества почвы. Но, оказывается, и это плохо, потому что разрушается болото, и болото, значит, перестает улавливать углекислый газ, вот, и начинает его выделять. Ну, вот видите, какая вещь. Как бы в этой схеме куда-то пропадает метан, который как раз из болота выделяется, из живого болота. То есть не совсем понятно, какое болото таки в конечном счете больше влияет на климат. Болото живое, ну, вот как вот оно есть, да? Либо болото осушенное, откуда торф уже добыли. В принципе, после того, как добывается торф, ну, остается песчаная подложка. Вот так вот, до песка можно все срезать. Вот, а потом уже, как вот финская технология компании ВАПа, я это видел, потом там высаживают, добавляют еще какой-то землицы и высаживают те же самые сосны, елочки. То есть как бы не идет речь о том, что все вот так вот хищнически срезать и бросить. Нет. Но вот и эта система непонятная. Поэтому специалисты вот и говорят о том, что даже вот в такой простой частной вещи, как болото, у нас очень много вопросов. А болото, я хочу сказать, занимают огромную территорию. Например, в Латвии больше 10%, а в Эстонии и того больше. В Финляндии еще больше. Я уж про Россию не говорю, с ее чудовищными территориями. И в Канаде, кстати. Так что вопрос очень важный. А мы даже такой простой вещи до конца не знаем. И отсюда возникает вопрос, а как планировать дальше нашу жизнь? И тут, тем не менее, появляются сразу масса экспертов. Это у нас нынче модно экспертами быть. Появляется масса экспертов, которые предлагают простые и легкие способы движения в зеленом направлении. А сушить болото или нет? Да если бы только болото сушить. Вот понимаете, какие интересные вещи. Вот посмотрел социальные сети перед программой. Сколько обсуждается вот этот вопрос и идея нашей думы. Она у нас очень такая творческая дума. Экологическая в этом плане. Ну, например, ограничение с 2025 года на установку новых систем газовых котлов. Чем это, кстати, вызвано? Вот заботы действительно. Ну, вот чем вредят газовые котлы в качестве отопления? Ну, логика какая. Что газовые котлы, что до этого керосиновые котлы. Ну, всякие солярные котлы. Ну, любые. Это все котлы на жидком топливе. На жидком или газообразном ископаемом топливе. То есть, то, что планета запасла за миллионы лет, а вот мы сейчас сжигаем. И таким образом повышаем титр углекислого газа в атмосфере. Вот. Вот с этим и связана идея. Меньше будем потреблять газа. Газа меньше потреблять, это хорошо и с политической точки зрения. Меньше зависимость от России. Тоже понятно, да? Меньше импортировать в принципе надо. То есть, предполагается, что это дело такое, как бы со всех сторон хорошее. Дело другого рода, что ведь газовые котлы внедрялись сравнительно недавно, как альтернатива другим видам отопления. И ведь сколько же было разговоров о том, что как это хорошо, полезно, и в том числе экологично. Потому что выбросов при работе газовых котлов, в общем-то, гораздо меньше. Даже меньше углекислого газа выделяется. А я уж не говорю про то, что при сжигании газа, метана, по сути дела, выделяется очень мало так называемых сажевых частиц. Ну, в принципе, это уже самый меньший вариант, который только может, возможно. А плюс еще очень мало выделяется других сложных соединений. Но сейчас, как бы, позиция другая. Газ, он ископаемый, он стал плохой. А вот если мы будем топить дровами или пилетами, то тут получается, что как бы баланс. Дерево при сгорании выделяет столько же углекислого газа, сколько оно в себя вкачало, когда росло. То есть, когда топим дровишками, либо пилетами, то мы тогда количество как бы углекислого газа в атмосфере не увеличиваем. Слушайте, мы наконец-то выяснили, что дрова – это вот оно, наше светлое зеленое будущее. Я помню, в детстве, это было давно, это было почти 60 лет назад, жили мы на улице Абут. Я помню, как ходили с самками на соседнюю улицу, которая ныне, Гертрудес. И там, в полуподвале, стояла очередь, чтобы купить стерами дрова. Многие сейчас и не знают, что такое стер. А это обруч от бочки, которую забивают уже на колотые поленья. Такая единица. И вот эти стеры укладывались на санки и весело везлись. Потом их нужно было поднять на своем горбу наверх, потому что лифты. Вот какая интересная вещь, заметьте. И в доме стояла печка. Да, и в доме была печка-галанка, круглая такая. Нет, топилась-то она хорошо. Протопили ее, весь день тепло было, а зимы были тогда не то, что нынче. Никого мороз минус 15, минус 20 не шокировал. И при всем при этом в квартире было тепло, было сухо, был чудесный воздух, дышать было легко. Кстати, это понятно совершенно почему. Потому что работающая печка – это, по сути дела, мощный вентилятор. Ну, тяга, она засасывает воздух внутрь, а сама печка, она же, это же не камин, который, по сути, костер в комнате. Печка-то сама накаляется, и она дает тепло в том числе не только за счет конвекции, ну, конвекции воздуха, а и за счет теплового инфракрасного излучения от себя. Вот это очень важный момент. То есть печка – дело, конечно, хорошее. Но, ребята, вот представьте себе, круг замкнулся. Сейчас поискать надо печников старых. Если еще остались такие специалисты, то им сейчас цена на весь золото. Нужно срочно бежать, платить им и учиться быть печниками. Потому что вот оно, наше решение. Дрова. Возобновляемый ресурс. Возобновляемый экологичный ресурс. А как приятно, вот, например, вечер Рождества, затопить печку. Она трясет. Чудесный запах в доме. Воздух свежий. Совершенно другое ощущение. Одна беда. Одна беда. Дело все в том, что при сгорании дров появляется вот этот самый чудесный запах дымка. Но этот дымок содержит не только углекислый газ. Он содержит очень много различных сложных веществ, которые создают вот это явление вот этой мысленистой сажи. Это взгоняются всевозможные. Вот посмотрите, чего только нет в дереве. И вот все вот эти вот вещества, они взгоняются. Образуются микроскопические частицы, которые служат основой для образования чего? Правильно, смога. То есть, условно говоря, печное отопление, конечно бы, оно хорошо, но когда его становится слишком много на единицу площади, становится по-другому плохо. Дышать тяжело. Вот как решить эту проблему, непонятно. Но хотелось бы все-таки, чтобы в процессе решения учитывались и такие деликатные вещи. То есть, одно дело, когда у нас печки, так скажем, на хуторе, в деревне, в маленьком городке, на берегу моря, где постоянно дует ветер. Это одно. А если мы сейчас всю Старую Ригу или весь центр города печками опять заставим, ну, там можно восстановить, там, где их нету, то, я думаю, что над городом будет постоянно такая колебаться медуза, такая медузообразная облака. А если еще микрорайоны представить себе оборудование, как эти многоэтажки оборудовать печным отоплением, это что же представить себе сложно? Ну да, особенно если, допустим, по новому проекту, если после 25-го года у вас газовый котел накрылся, вы не можете поставить новый. Идея какая? Тогда подключаетесь либо электрическое отопление ставки, предполагается, что электричества много, и оно дешевое, или ставь, подключаетесь к системам Ригас Силтумс. Но, прошу прощения, Ригас Силтумс получает тепло, тоже сжигая газ. Если бы этот Ригас Силтумс, его станции бы, этот полученный углекислый газ, например, бы закачивали куда-нибудь в недра земли, или там имели технологию превращения его в асфальт, ну, всякое сейчас придумывали, многое что есть. Но тогда можно было бы сказать, о да. Но дело все в том, что его-то углекислый газ тоже вылетает в эту самую атмосферу. То есть, вот, я общаюсь, это как бы мнение людей, которые высказываются в социальных сетях, и они не понимают, им никто не объяснил, где же все-таки это, так сказать, польза, и ради чего нужно, в общем-то, менять стиль жизни и идти к неудобствам. Объясните. Ну, пока что называется, знаете, тут как дельфийский оракул. Кулькнули, что-то сказали, а как это понимать, уже давай толкуй сам. Точно так же еще одна интересная вещь, это вопрос ограничения въезда автомобилей в черту центральной части Риги, так называемую ограниченную железнодорожным кольцом. Вот центральная часть, не въезжать. В общем, идея-то, опять-таки, хорошая. Хорошая, хорошая. Меньше будет выхлопов, меньше заторов пробок в центре города. По большому счету, ведь пересаживайтесь, дескать, на общественный транспорт, все, а по центру так и пешком можно дойти. Центр-то у нас небольшой. Так замечательно все. Только для этого. Во-первых, нужно учесть, что очень многие люди едут через Ригу транзитом. Наши задачи, будем говорить таким военным языком, форсировать до угла. А у нас все мосты стянуты, как вот в игрушке кис-кис, они стянуты в одной точке, как раз напротив вот этой центральной части Риги. То есть, по сути дела, через них проехать уже будет нельзя. А если можно, то вы можете себе представить вот эту вереницу машин, тот самый шлагбаумы на съезде около замка, и проверяют, ты в Ригу едешь, или ты транзитом идешь. И тогда тебе можно. Ну, это же уже бред какой-то полный получится. Значит так, если уж нельзя, то нельзя. Кстати, как это будут регистрировать, тоже отдельный вопрос. С другой стороны, какой у нас мост реально позволяет объехать эту часть? А это мост у нас, по большому счету, с небольшой, с определенной натяжкой, это островной, но с натяжкой он же уходит на Лачпиши. А в основном это южный мост. Но этот калека одноногий, вот так вот можно его назвать, он же имеет развязки-то только с правого берега, а с левого берега. Вы, допустим, не можете из Имманты, например, или из Золитуда объехать центр Риги и уехать в юглу напрямую. То есть у вас нету вот этой дороги, которая шла бы, например, от той же самой торгового центра Спица, вот она бы шла бы к главной развязке южного моста. Нету. Вы должны ехать к берегу и там далее крутиться, создавая таким образом затор. То есть у нас, собственно говоря, вроде мост есть, но его функция инвалидная совершенно. Так что тут тоже проблема. Оставлять машину где? Ведь речь идет не о сотне машин оставить, и даже не о тысячах. Если уж так говорить, что люди будут ехать откуда-нибудь, из Мару повозьмем, из Юрмалы, из Олайна. Люди едут работать в Ригу не только, как скажем, из спальных районов. И вот что им тогда делать этим людям? Где они оставят свой транспорт? А для того, чтобы построить много транспорта, нужно тогда либо строить проекты больших многоуровневых парковок, перехватывающих, а рядом должны быть железнодорожные станции, железные еще лучше, ну, или трамвай, ну, лучше всего железная дорога, она больше может перехватить людей, перевезти. То есть, это огромная, большая работа, которая всеизмерима в известной мере со строительством этой самой Райл-Балч. То есть, по сути дела, речь идет о том, что мы должны создать другую транспортную систему города Риги. А если мы просто закроем, вот введем ограничения, то я боюсь, это приведет к тому, что в офисы будет выгоднее держать, либо, например, в каких-то новых офисных центрах близ аэропорта, или вот там вот регион Спицы, да. Почему? Да потому, что подъехал парковок, много вставил, все тот же торговые центры. Зачем тебе нужна эта старая Рига? Раза два, три в город, там, в театр, если кто-то сходил, или что-то еще там, прогуляться с друзьями по старушке. А так ежедневно, вот у тебя есть место, где живешь, вот у тебя есть место, где работаешь, вот у тебя есть место, где ты затарился. Для жителей той стороны, правого берега, ближе к ее, и там тоже есть чудесные места, где можно развивать те же самые офисы. А Рига, центральная ее часть, оказывается, прошу прощения, тогда не шибко-то и нужна. А это приведет к чему? К падению спроса на офисы в центральной части города. Магазины и так, вы пройдите в центре, там сплошное закрыто, закрыто, закрыто. Это потому, что в центре, вот я приехал, условно говоря, с семьей, где мне запарковать машину? Там, где можно, это грабительские цены, не соответствующие, так скажем, местным доходам. После чего я должен шарахаться по улицам, пройти магазины, когда проще заехать в большой торговый центр. У нас любят посмотреть на Америку, но стоит вспомнить, что американцы еще в 50-е годы вывели правило нет парковки, нет бизнеса. И не важно, какой парковки, у вас машина может быть, что называется, на электричестве от самого солнца питаться. Ну, ездить. Но она все равно занимает место, ее где-то надо припарковать, когда вы приехали. И климат у нас не тот, чтобы ездить все время, круглый год на самокатах или мотороллерах, пусть даже электрических. И вот это все в сумме вызывает такое большое сомнение, что вместо того, чтобы решать проблемы экологии для человека, мы решаем проблемы экологии за счет человека. Ну, наверное, самое ведь простое, это путь, конечно, запрета, потому что, ну, как легче издать запрещающее, чем что-то создавать, и это требует каких-то определенных усилий. Ну да, но тут, в принципе, опять же, несомненно, что если, например, устроить какое-то мероприятие предложений самих горожан, и как-то выйти к горожанам и спросить их, что им надо, ведь в конечном счете нужно учитывать очень серьезные вещи. Наш город, это город пожилой, он становится все более и более возрастным, это факт. Нужно учитывать, что для людей в возрасте очень многие вещи, которые легко для молодых даются, они для них тяжелее. Вот, например, вот сейчас, конечно, я знаю люди, которые в той же самой Юрмале с большим нетерпением ждут, когда же появится вот эта самая чехословацкая низкопольная электричка. Потому что сейчас инвалид на коляске или даже который с костылями, ему практически невозможно без чужой помощи залезть в электричку в той же самой Юрмале и доехать до центрального вокзала, а потом подправиться в город. Как он это сделает? Вот это очень серьезная вещь и она очень важна. Если бы, допустим, развивалась внутригородская железнодорожная сеть вот с этими низкопольными электричками, в которые можно на коляске самостоятельно закатиться или маме с коляской. Представьте себе, как сейчас поднять в электричку с платформы коляску одной женщины. Ну, хорошо, у нас люди сердобольные видят маму тут же подхватывают, заносят. Я видел, как инвалида на коляске, четверо дюжих парней с прибаутками и чьей-то матерью засунули человека. Вопрос был, кто спустил, но не в этом дело. важно то, что это ненормально. Когда мы решаем вопрос о том, что когда мы купим какую-то коляску, мы должны отдавать себе отчет, что для очень многих людей мы откладываем жизнь. Это же касается и других видов транспорта. Многие люди ездят на машине не потому, что они хотят распустить пальцы, а потому, что им очень тяжело добираться своим ходом, тем более с перекладными. Давайте выясним, сколько людей, какой у нас люди, какого возраста. Я хотел бы все-таки понять, на основе какой статистики, на основе какого изучения формируется план города для людей, а не для того, чтобы отчитаться в Брюсселе, например, или где-нибудь еще о том, что сказать, что мы провели очередные мероприятия. Потому, что, я скажу, та же самая проблема и для трамваев. Далеко не все трамваи низкопольные до сих пор ездят по некоторым маршрутам трамваев, которые, ну, тяжело зайти пожилому человеку, забраться просто, потому, что это требует от него каких-то атлетических усилий вцепиться в поручни, поднять свой вес и подняться по нескольким ступенькам. Да, совершенно верно. И опять же возьмем, мы говорим о детях, что нам нужно детям, например, женщина на последних сроках беременности, она тоже и не должна, условно говоря, проводить такие эксперименты, экзерсисы спортивные, мамы с колясками, понимаете, это все люди, которые ограничены в своих физических возможностях. И вот опять-таки это звучит уже как повторение, но вот возьмем, почему в той же самой Финляндии. Я разговаривал с пожилыми женщинами, которые были мамами 60 лет назад. Они говорили, что одно из первых вещей, которую стали в свое время думать, это о том, как забраться в поезд и выбраться людям, которым это физически тяжело сделать. Но это вещь, понимаете, которую мы должны действительно требовать и вещь, о которой нужно говорить. У нас, к сожалению, есть такой культ, не культ, а есть такая традиция стыдиться слабости. Но как-то чем должен стыдиться человек, который всю свою жизнь пахал, всю свою жизнь выдал на благо общества, а теперь его может быть единственное, что он просит, чтобы у него была возможность благополучно доехать, съездить в город или, допустим, к врачу, к родственникам, чтобы он мог просто из своей камеры под названием квартира выйти, доехать куда-то и вернуться, причем сам, не прося помощи средобольных людей. Вот это, мне кажется, очень важно было бы для общества. А то мы планируем, да, что будет там, вот мы сейчас сократим количество выбросов, поэтому я думаю, что год стоит как раз начинать, конечно, с анализа имеющейся ситуации, но и вполне возможно нужно задумываться о том, что действительно нужно сделать нам в нашем городе и чего надо требовать, чтобы было сделано, да, чтобы следующий год был лучше предыдущего. А всем большое, Константин Рангс и программа Климат-контроль. Я напоминаю, что программа выходит по пятницам и до следующей недели. Спасибо большое, всего доброго.